Ребята очень боятся ошибиться, очень боятся, что о них там подумают как о каких-то непрофессиональных людях, которые непонятно, почему учились там последние пять лет. Самые страшные экзамены, те, на которые можно пользоваться всем, все равно не поможет. Ну, прямо сейчас нужны программисты. И как-то предугадать, а что будет через три года условно, и как со всем этим быть. Чего вам сегодня, с одной стороны, может быть, не хватает у студентов, и про какие навыки, моменты вам бы хотелось им рассказать? Я в жизни сталкиваюсь с кучей людей, которые мне что-то обещают, исчезают, не пишут, и я такая, что происходит? Чего мы, что мы потеряем с искусственным интеллектом? Давать студентам эссе, не знаю, про этику аристотеля, ну, как бы смысла уже особого нет. Про это столько написано в интернете, что действительно они пойдут, спросят у Алисы, и она им напишет отличное эссе. Сегодня я очень часто слышу от родителей, вот в нашу эпоху lifelong learning, того, что мы поняли всю жизнь учиться, такой аргумент вырастет, вот его припрёт, он сам все нужные навыки доберёт. Вот языки, математику, какой-то ваш этот тимбилдинг. Сейчас пускай вот, чему в школе учат, не будем про это думать. А насколько это правильная концепция? Припрёт его, он и пускай добирает. Это, скорее всего, так и произойдёт. Вопрос в том, какой ценой, насколько это хорошо для каждого припёртого к стенке, необходимостью что-то учить. Мне кажется, что, ну, как бы, lifelong learning — это так, и, наверное, мы все уже на него обречены, учитывая, что каждые полгода в их выходит какой-то новый инструмент, который надо осваивать. Вообще-то, чтобы чему-то регулярно учиться, надо уметь это планировать и выбирать, и понимать, что вот я сейчас уделяю внимание вот этому, а вот этому не уделяю. И это штука, которая, ну, она не из коробки работает, конечно. Вот, и, например, там какая-то хвалёная индивидуализация образования, что вот я, дескать, выберу вот то, что нужно именно мне, а как я пойму, что мне выбирать? Ну, то есть здесь как будто бы, на мой взгляд, здесь даже немножко обостряется необходимость присутствия там какого-то человека, который это всё проектирует и планирует, потому что, окей, мы делаем, может быть, там какой-то мега-индивидуальный трек со всеми возможными ответвлениями, но нам нужно под него подложить какую-то механику, по которой наш человек свой выбор делает, и по которой он поймёт, а что ему вот надо вот в это вот углубиться. Возможно, это какая-то консультация, там, не знаю, с экспертом действующим, который вот говорит, вот вообще-то ты без этого инструмента никуда, а вот этот можно скипнуть и, ладно, там, на досуге изучишь. Вот, но без какой-то здесь поддержки потеряться очень, конечно, легко, и я вообще не очень сейчас представляю себе какого-то человека, который без привычки, как бы и вот этого вот навыка отработанного что-то сам для себя подбирает и при этом не тонет в этом, не пытается освоить всё раз и навсегда. Вот. Мне кажется, это даже с очень такими рефлексирующими людьми происходит, что я хочу сейчас съесть всё, как бы, всё, что мне дали, и не знаю, как я это буду переваривать. Вот. А если ещё как бы не думать в процессе, а зачем это мне вот здесь и сейчас, а что я теряю, там, от чего я отказываюсь, чтобы поглотить всю эту информацию, это вообще беда. Вот. И поэтому здесь какое-то такое противоречивое, получается, положение внешне, хотя внутри, мне кажется, там нет какого-то большого противоречия, что, с одной стороны, вроде как круто, если у человека формулируется там какой-то индивидуальный, не знаю, профессиональный образ и опыт и слепок, и специалисты становятся действительно уникальными, но при этом, чтобы его сформулировать, надо очень как бы много вкладываться в поддержку этого пути. И это какие-то специальные люди, которые там помогают расставить приоритеты, приучают к этой расстановке. Вот. Я думаю, что, конечно, это вещи, которые вполне себе ложатся и на школьное образование, ну, то есть это как какой-то условно привычка или, там, не знаю, метанавык, если угодно. Да даже насмотренность, на самом деле. Да, да, да. Не, ну, просто периодически останавливаться и задавать себе вопрос, а я это сейчас вот делаю зачем? Это меня вот как поддерживает там в моих планах на будущее? Это уже много. Вот. Есть ли в каком-то, не знаю, там, обычном школьном контексте время и место, чтобы остановиться и подумать об этом? Я не знаю. Ну, я не очень погружена именно в школу, но так со стороны кажется, что если тут какого-то усилия дополнительного не сделано сверху, то как бы, ну, понятно, что сам же сам ребенок этого делать не будет. Но это для меня, в принципе, большой вопрос, как вот в таком, в большой такой образовательной программе, как школьная, к примеру, которая длится много лет, там очень много дисциплин, вкраивать вот в эти вот какие-то привычки, мета-штуки и какие-то рефлексивные механики. Ну, то есть нам надо, чтобы, условно, в каждом предмете, в каждом курсе университетском или предмете школьном было немножечко там рефлексии, немножечко привычки самонавигироваться. Но это какая-то очень большая такая общая методическая работа, и не только методическая, административная. Это надо дойти до всех учителей и сказать тебе, ребят, вот не забудьте, пожалуйста, с вашими школьниками поговорить про вот это, вот это, вот это. Это сложно и дорого. И учить надо еще у учителей даже делать. Да, да, да. Но, возвращаясь к изначальному вопросу, я не верю, конечно, что это как-то само отрастает. Можно ли во взрослом возрасте доучиться без привычки как-то рефлексировать и обдумывать для себя? Да, наверное, можно, но я предполагаю, что это будет довольно мучительно в попытке переварить абсолютно все с не очень как бы ясным целеполаганием. Вот, и здесь как раз, мне кажется, что образование для взрослых тем и хорошо, что оно как будто вот снимает эту необходимость, ну, окей, предлагает ее снять. Это, конечно, не обязательно, и можно этим не пользоваться, но, по крайней мере, есть какие-то специальные люди, которые готовы в этом поддержать. Можете рассказать про то, что вы в Яндексе делаете в этом направлении? Да, давайте расскажу. Я сейчас работаю в Яндекс.Практикуме. Мы делаем там программы высшего образования, в основном магистратуры, хотя я думаю, что замахнемся и на бакалавриат уже в каком-то будущем обозримом, но это абсолютно другая история, и аудитория там другая, не такая уж и взрослая. Вот, практикум начинался как цикл программ дополнительного образования для взрослых, которые хотят сменить профессию. Вот, но при этом мы обнаружили, что есть сегмент людей, которые, может быть, они хотят не столько ее сменить, сколько как-то вырасти в текущей. Для очень многих людей важен вот именно эпизод обучения в магистратуре по разным там причинам, они как-то самолегализуются как специалисты, условно, у себя в голове, что вот я имею магистрское образование, и теперь я точно уже, да, и теперь я уже вот прям вот точно отучился, и теперь я точно уже хороший специалист. Ну, прямо скажем, есть работодатели, которые ожидают магистрский диплом, и там какой-то рост в компании может быть завязан на это. Это тоже важно для многих людей. То есть на дипломы работодателям. Ну, слушайте, в госсекторе это очень распространено, что там условно стать каким-то высоким начальником с бакалавриатом, ну, сложновато, потому что есть вот этот стереотип, что бакалавриат — это какое-то половинчатое образование, а вот уже бакалавриат и магистратура — это уже нормальное образование. А что мы делаем? Мы запускаем магистрские, да, программы онлайн для людей. Как мы выяснили, мы этими программами как будто бы приводим в университет немножко новый сегмент людей, и это было даже для нас самих не вполне очевидно, то есть мы это не ставили как какую-то задачу изначально, но стали исследовать тех, кто к нам пришел, и поняли, что это люди чуть-чуть постарше, чем обычно магистры. Это не те, кто перетек из своего бакалавриата в своем же вузе в магистратуру понятную, это люди, которые закончили бакалавриат, немножко поработали, а то, может, и специалитет, если они постарше, немножко поработали и поняли, что вот я там начал работать условно программистом, но что-то мне вот не хватает либо уверенности в себе, либо там какой-то системности, там, не знаю, мышления и какого-то архитектурного майнсета условно. Вот, и то есть они там где-то нам, к нам лет уже в 25 приходят и доучиваются. И они говорят, что я вообще-то хотела, может, пойти на заочку на какую-то, вот, потому что я работаю, мне как бы там в университет ездить не сильно удобно, вот, а потом оказалось, что вот у вас программа очная онлайн, и это как-то сразу располагается, что как бы они очные, ну, то есть это не сознанка на два года, где непонятно, что происходит со студентом, вот, есть какой-то контакт, вот, но при этом это онлайн, это экономит мне там усилия и какие-то издержки на дорогу, вот, ну, не говоря о людях, которые живут не в городах, как бы присутствия университетов соответствующих. Вот, и получается, что, возможно, мы здесь даже конкурируем не столько с какими-то там другими оффлайн-магистратурами, а скорее мы конкурируем с отсутствием вот этого доучивания магистрского принципа. Там, где лаконы получаются. Да, 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 потому что, ну, наверное, со всеми этими ограничениями работающих людей действительно сложно выделить время на классическую оффлайн-программу, вот, но так или иначе, да, это такой интересный момент, что мы сейчас вот какую-то новую аудиторию как будто бы довели до университета, которая, может быть, так и не пришла бы в магистратуру учиться, вот, это довольно любопытно. И, ну, и да, и в сегменте высшего образования не только есть программы, вот, еще есть какие-то малые формы, с которыми мы тоже экспериментируем. Это, например, там отдельные дисциплины или курсы, которые не существуют как программа прям большая от начала и до конца, а скорее там дополняют существующие в университете или там функционируют в рамках цифровых кафедр, как такой отдельный, ну, майнер, по сути. Вот, такое мы тоже делаем, но программы – это такой основной у нас фокус. Какие направления сейчас прям более всего востребованы? Вот мы хорошо помним, там, в какие-то там 20 лет назад юристы, экономисты везде, что вот сейчас самое такое нужное, чего прям больше всего не хватает, что люди больше всего хотят? Ну, вот мы, кстати, буквально на прошлой неделе с коллегами юристов-экономистов обсуждали, я как-то так отвесила не очень, может быть, лояльный к юристам-экономистам комментарий. Ну, тут с вами историки-филологи. Да, 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 понимаем. Вот, а потом мы взяли и пошли на Headhunter и посмотрели вакансии юристов, увидели, что их очень много. И все-таки, ну, как бы, довольно сложно, например, иметь свой бизнес и не констатироваться у юриста и у бухгалтера. Ну, то есть это люди, которые никуда не денутся и с которыми, правда, многим важно работать. Вот. У меня ответ на этот вопрос будет с оговоркой, что все-таки мы, как практикум, у нас есть некоторые, ну, некоторые зоны, в которые мы действуем, и зоны, в которые мы как проект образовательный не идем. Ну, мы действуем в зоне цифровых профессий. Это не только IT, в смысле, мы это называем IT, но на самом деле быть IT-шником, это не означает обязательно писать код. Там есть много смежных тоже таких цифровых специальностей, там управление проектами, product management, дизайн, в конце концов, и всякие смежные штуки, которые тоже живут вот в этом сегменте IT, но при этом это не IT, может быть, там в прямом смысле. Вот. Ну, в общем, мы существуем в зоне вот этих IT и digital профессий, и это какое-то сознательное, ну, пока не мере на текущий момент решение, что мы не будем идти в профессии как бы за пределами вот этого цифрового спектра. Ну, потому что... Ну, для Яндекса это понятно. Да, 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 как бы, ну, для Яндекса это логично. У нас, конечно, из тех профессий, которые мы пока что делаем, именно в сегменте высшего образования, ну, по классике, востребована разработка программирования, там, фронт-энд, бэк-энд. Хотя сейчас много говорят, что, дескать, все, уже перепроизводство программистов. Слушайте, ну, во-первых, мы все-таки здесь балансируем на... между тем, чтобы ответить на текущий какой-то запрос рынка, ну, прям сейчас нужны программисты, вот. И как-то предугадать, а что будет через три года условно, и как со всем этим быть. Ну, понятно, что сейчас развиваются там какие-то low-code, no-code штуки, в которые можно войти без серьезного технического бэкграунда, но чтобы их проектировать и создавать, тоже нужно уметь программировать. Ну, то есть это же не из воздуха берется. Ну, это как с этой вечной историей про сокращение массовых профессий, там, благодаря всякому искусственному интеллекту, который, мне кажется, пока что скорее захайпован, чем действительно тут какую-то представляет опасность. Какая вам кажется перспектива? Чего мы, что мы потеряем с искусственным интеллектом? Я очень надеюсь, что мы потеряем бессмысленную работу, булшит-джоп по Греберу, где мне надо писать документы бессмысленные, вот пусть их пишет ИИ, я вообще не расстроюсь. Вот, но правда в том, что... Напишите мне претензию или запрос. Это прекрасно делает. Переведите с юридического языка на человеческий и напишите мне какую-нибудь бюрократическую записку служебную. Вот это вот все. Это супер, я вообще не против, чтобы это перестали делать люди, а занялись бы чем-нибудь еще. Но я в этом не вижу угрозы, потому что любую такую записку сгенеренную Алисой или кем-то угодно еще надо все равно отсмотреть на предмет ее меняемости. Я довольно много использую эти инструменты, но при этом, если бы я не понимала, что я хочу в этом увидеть, я бы не могла оценить то, насколько это фарс какой-то или это действительно содержательный текст. И вот это вот умение поставить задачу перед ассистентом или чат-ботом или кем-то еще, это штука, которая за людьми всегда останется. Вот, поэтому я здесь, может быть, это легкомысленно, но я пока довольно расслаблена в отношении и не думаю, что он у меня заберет работу. Вот, но то, что он очень много с меня снимает вот какой-то такой, ну, бумажной, бестолковой деятельности, это да, это круто, и мне кажется, я, ну, как бы, этому только можно порадоваться. Вот, поэтому, ну, поэтому, да, я пока что здесь в рамках там своей какой-то профессиональной деятельности не вижу большой угрозы. Да, конечно, наверное, люди, которые заняты написанием от руки юридических претензий сейчас себя почувствуют как-то неуютно, но, опять же, чтобы написать эту претензию, нам надо составить ассистенту запрос, что напиши претензию об этом, об этом, об этом. Вот, как бы, этот запрос все равно делает кто-то, кто понимает, о чем идет речь. Какой ассистент, а точки все над «и» расставляет уже специалист. Ну, конечно, да, 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 там какие-то акценты, вот это все. Поэтому, нет, я думаю, что здесь все равно экспертиза останется, а главное, что эти все алгоритмы, они же не рождаются сами по себе, это все равно какая-то человеческая экспертиза, которую можно пытаться формализовать до той степени, до которой она формализуется. Вот, и она нужна, и нужны люди, которые посмотрят на эти ответы и скажут, да, это нормальный ответ, а вот это плохое, и надо тут дообучать наш искусственный интеллект, чтобы он был более интеллектуальным. Вот, и здесь, мне кажется, у меня здесь любимые примеры из преподавательской, кстати, работы, как раз, потому что я понимаю, что давать студентам эссе, не знаю, про этику аристотеля, ну, как бы смысла уже особого нет, про это столько написано в интернете, что действительно они пойдут, спросят у Алисы, и она им напишет отличное эссе. Но как только я даю им эссе про что-то более нишевое, то сразу здесь никакой искусственный интеллект не справится, потому что про это не написано ничего в интернете, а надо пойти и почитать книжечки. Вот, ну пока, пока эти все книжечки не оцифрованы, как бы интернет здесь не справляется. Когда самые страшные экзамены, те, на которые можно пользоваться всем, все равно не поможет. Ну, в общем, здесь, да, то есть мы как бы избавляемся от каких-то супербазовых вещей, и там, например, в преподавании, ну, должны придумывать там какие-то более нишевые тесты, задачи, там, не знаю, эссе, экзамены. Ну, да, это посложнее, чем билеты по каким-то очевидным темам. Ну, что ж теперь, на то мы эксперты, чтобы понять, а что из этого нишево интересно, а что уже достаточно общее место, что, как бы, обсуждать особо смысла и нет. К преподавательским историям, опыту вы преподаете на историческом факультете МГУ? Да, я преподаю там с 15-го года, после защиты, собственно, на том же историческом факультете. Вот чего вам сегодня, с одной стороны, может быть, не хватает у студентов, и про какие навыки, моменты вам бы хотелось им рассказать и до них прям донести, вот остановить, сказать, так, слушайте, вам нужно вот это, вот это и вот это, для того, чтобы все дальше было хорошо. Слушайте, я здесь, наверное, ограничена тоже, ну, какой-то спецификой ребят, которые все-таки приходят на ИСТФАК, вот, это очень, как бы, не случайные люди, они все-таки готовы и привыкли, там, не знаю, много читать, и зачастую они эрудирование меня, мне кажется, в каких-то областях, и я уже не пытаюсь тут даже, как бы, соревноваться, вот. Но мне кажется, что вот эта эрудированность, это как раз вот то огромное поле, в котором надо уметь ориентироваться и вычленять важное. И, как бы, мне кажется, что в этом и задача учебы в университете на ИСТФАКе состоит, что, понятно, все могут, там, пойти куда-то и почитать очень много книг, но потом научиться формулировать, там, на базе прочитанного, там, не знаю, ключевой ответ на пять минут на какой-то вопрос большой, вот это сложно, потому что я часто сталкиваюсь с тем, что я что-то спрашиваю у ребят, и начинается монолог на 30 минут, и я говорю так, ну, подождите, а ключевой вот здесь что? Один, два, три. И вот это вот очень сложно сфокусировать. Ага, навык вот этой работы с текстом на... Ну, это тоже навык, ну, то есть, мне кажется, это просто вот берешь как бы текст и миллион раз спрашиваешь, а что здесь самое важное, вот, и как-то этот навык так отрастает. Вот, а в целом, размышляя про какую-то университетскую жизнь и учебу, я часто думаю, что, мне кажется, задача учебы в бакалавриате, особенно в магистратуре уже это не так все, как бы, единообразно, но про бакалавриат я думаю, что тут важно просто научиться, ну, по сути взаимодействовать с людьми, то есть мне важно, что, там, не знаю, мы договорились о чем-то, это случилось, это навык, который, ну, он просто полезный, потому что потом люди приходят, там, не знаю, на работу, и если они не выполняют своих обещаний, ну, как бы, у них уже тут проблемки, вот, а в университете можно потренироваться это делать, как бы, бесплатно, вот, там, не знаю, я очень внимательно отношусь, например, к дедлайнам, не потому что я, вот, прям, мне важно, там, проверить работу 23-59, естественно, я этого не делаю, но при этом это просто привычка себя, ну, как-то дисциплинировать, и, там, если я знаю, что, вот, у меня есть, там, задача через две недели сдать какую-то работу, я планирую свое время так, чтобы ее сдать, мне кажется, эта штука суперполезная, потому что я в жизни сталкиваюсь с кучей людей, которые мне что-то обещают, исчезают, не пишут, и я такая, что происходит, ну, у них, вот, как бы, нет привычки, вот, и какие-то такие вот вещи, это вообще не про ИСФАК, и не про МГУ, и не про что, а просто про то, чтобы, как сказать, отвечать за данные обещания, да, 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 но это звучит очень банально, и казалось бы, а что тут такого, но, к сожалению, опять же, смотрю по сторонам и вижу, что это не всегда, не всегда, мне кажется, это какой-то действительно навык, который сейчас, не знаю, отсутствует, не отсутствует, то же самое впечатление, что, да, договорились, чтобы это было сделано, чтобы было сделано то, о чем договорились, абсолютно так. Ну, мне кажется, здесь еще вопрос про какое-то управление ожиданиями, ну, то есть, мне абсолютно нормально, что мы договорились, и человек мне через неделю пишет и говорит, ой, извините, я понял, что я переоценил там свои силы, и давайте мы отложим наш дедлайн там еще на неделю, супер, давайте отложим, но, по крайней мере, я знаю, где и когда мне что ожидать, вот, мне хочется вот эту вот привычку, как бы, управлениями, ожиданиями тут немножечко вырастить, потому что, ну, потому что это то, с чем я сталкиваюсь сама постоянно уже в жизни и в работе, и кажется, что это очень важно не пропадать, не обманывать, пусть даже и невольно, и это какие-то вещи, на которые, ну, конечно же, работодатель обращает внимание, вот. Я, в принципе, ну, не то чтобы не верю, но я как-то тоже расслабленно отношусь к каким-то хардскиллам, ну, то есть, естественно, там, если Яндекс нанимает разработчиков, он не наймет разработчика, который не программировал, да, ну, как бы, надо иметь какой-то опыт индустриальный, но доучить там какой-то отдельный фреймворк, там, не знаю, прокачаться там в каком-то языке, но это уже какие-то вещи, которые можно сделать, ну, просто по ходу, а привычка отвечать за данные обещания, не пропадать и как-то предупреждать, что ты справляешься, не справляешься, и перепланировать ресурсы, вот это как бы за три месяца испытательного срока не отрастет, и вот это вот важно. Что еще студентам хотелось бы своим передать, научить, учиться, и там смотреть на какие-то новые программы, или наоборот, куда вкладываться в как раз какие-то навыки понятные, или вот больше прокачивать как раз умение запоминать имена, общаться. Ой, нет, ну, запоминать имена, да? Нетворкинг, нетворкинг. Да, имена и лица. Слушайте, зависит, конечно, от профессии, но в целом, опять же, я, как я сказала, я не очень верю в конкретные там какие-то инструменты и хардскиллы, как инвестицию на всю жизнь, ну, потому что просто мы не знаем, что будет через пять лет. Вот, и поэтому мне кажется, что если человек, пока он учится в университете, во-первых, привык, это возвращаясь к началу нашего разговора, себе как-то подбирать более или менее интересные там, не знаю, дисциплины, навыки, инструменты, да, и осваивать их, и он делает это с регулярностью там, не знаю, раз в год или в два, а, к сожалению, наша жизнь так выглядит, особенно цифровая жизнь, что приходится делать постоянно, то просто нет страха перед новыми какими-то штуками, и это скорее вызывает любопытство и интерес, чем нежелание во все это погружаться и желание пользоваться там фреймворком, который уже существует пять лет. Вот, мне кажется, что здесь вот какая-то смелость и любопытство – это важная штука, конечно, потому что, ну да, я сейчас начну что-то новое изучать, я, наверное, не справлюсь прям вот с ходу идеально, ну и нормально, я схожу к кому-нибудь и спрошу, тоже абсолютно какой-то рабочий вариант. Вот, мне кажется еще, что, ну вот опять же из того, что я вижу в университете, там очень как бы проявляется вот какая-то такая академическая иллюзия успеха вечного, вот, и ребята очень боятся ошибиться, очень боятся, что о них там подумают как о каких-то непрофессиональных людях, которые непонятно почему учились там последние пять лет, и этот страх, ну он парализующий, конечно, то есть вот эти вот все истории про то, что я сижу перед дипломом два месяца и не могу начать его писать, мне кажется, это страх того, что меня же оценят потом. Как бы мы с одной стороны должны выставлять оценки, но с другой стороны, ну потому что, к сожалению, так пока что устроено это обучение, что надо что-то в диплом записать, вот. Вот, но когда мы делаем это без какой-то обратной связи, ну, это просто чиселка, которая деморализует, это правда. Вот, и у меня есть такое классное воспоминание из своего студенческого опыта, у нас была одна очень строгая профессор, вот, и она у нас, ну, прочитала там какой-то курс за год, вот, и был экзамен, я вроде хорошо там справлялась весь год, и потом мне как-то не повезло на экзамене, она мне ставит четверку и говорит, Настя, ну вы так весь год хорошо работали и выступали, но вот сейчас вам просто не повезло. Но вот эта вот оценка, что весь год я хорошо выступала, она важнее. Нет, мне как раз не было обидно, мне было важно, что, ну, как бы, у меня оценка сейчас не в вакууме относительно того, что я круто работала весь год, но потом я просто как-то там плохо... Поставили в итоге четыре или пять? Да, 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 четыре поставили. Но мне было важно вот это вот, как бы, признание и проговаривание того, что весь год я вообще-то работала лучше. Это важнее, чем просто там, ну, конкретный экзамен, конкретный день, когда я что-то там недоучила. Вот, и это мне ценнее вот этот вот комментарий, какая-то оценка моей работы общей, да, чем там какие-то, ну, пятерки, которые были непонятно почему получены случайно. Вот, и... Ну, это к вопросу про обратную связь, да, то есть можно сказать, что там, окей, вот конкретная работа может быть не суперудачная, но это не значит, что вы плохой там специалист в целом. Я знаю, что вы там работаете вот так, вот так, вот так, и у вас есть какие-то сильные стороны, но просто эта работа, ну, не знаю, там времени не хватило. Ну, как бы мы работу оцениваем, а не вас как специалисты. Вот, и здесь как раз мне кажется очень важным приучиться себя, ну, отлучать от своей работы. То есть я хороший специалист, но при этом я могу в какой-то момент времени, ну, по разным там причинам сделать не супер. Это нормально, в следующий раз я сделаю иначе. И это кто-то тоже, ну, какой-то живой процесс. Вот, то есть там моя оценка... Оценка моей работы, это не оценка меня. Это тоже, мне кажется, штука, которая как-то проваливается зачастую в формальном обучении, и кажется, что меня оценивают. На самом деле нет, оценивают мой текст. Мои тексты — это не я. Мне кажется, что вот этот огромный страх ошибки, он, конечно же, из начальной школы еще приходит, потому что там, где два раза зачеркнул, две помарки — минус балл. То есть получается, что что-то сделал ошибку, что ты ее нашел, но зачеркнул это. Ну, слушайте, это очень большой разговор, который, ну, он про многое. И про систему оценивания, и про то, а как вообще школа устроена, и почему там напихано столько всего, что невозможно вообще как-то освоить нормально. Вот, про то, а можно ли там избавиться от оценивания, да? Ну, есть же такие экспериментальные школы. Вроде там даже неплохо потом ученики сдают ЕГЭ и идут там в университеты, или там куда им хочется идти. Вот, тут хочется это как-то получше поисследовать, вот это вот отсутствие оценок. Оно как в далекой перспективе влияет на людей. Вот, тут, конечно, хочется увидеть, а что с этими школьниками произойдет там, когда им будет, не знаю, 30 лет. Окажутся ли они значимо там свободнее и увереннее в себе, чем все остальные. И тогда это, скорее всего, нам даст какой-то сигнал, что, наверное, без оценок их хорошо. Вот, но при этом, опять же, последний тут коммент про оценивание. Ну, вот мы у себя, например, в практикуме, в магистратурах с этим сталкиваемся. То есть не хочется, да, привязывать человека к оценкам. Это очень фрустрирует. Все привыкли к шкале этой школьной, безумной и травмированы ей. Вот, но при этом нам, например, как создателям образовательной программы, важно понимать, кто на ней учится лучше, а кто хуже. Потому что, например, более продвинутым студентам мы хотим предлагать, там, не знаю, стажировки у классных партнеров. Ну, как-то так их дальше, там, не знаю, брать к себе, да, к примеру. Вот, здесь, ну, все-таки нам нужно как-то учиться их отделять и понимать, кто на каком уровне находится сейчас. Опять же, это не значит, что нельзя, как бы, до этого уровня дойти, но вот в моменте нам надо понимать, что вот этому мы готовы сделать оффер, там, какой-то ускоренный, да, и не тратиться на, до обучения. Вот, ну, то есть это означает, что все-таки, ну, какие-то ассессменты нужны. Возможно, их надо просто отвязать от оценок по пятибалльной шкале, и уже у людей уйдет вот этот вот напряг, как бы, с детства включающийся. Вот, возможно, это должны быть вообще ассессменты без оценок, а просто обратная связь, а мы у себя там где-то на стороне ее потом, как бы, исчисляем, да, в какие-то баллы. Ну, не знаю, здесь вопрос открытый, и здесь эти ассессменты, штука, с которой можно и нужно экспериментировать, потому что, ну, все-таки надо иногда понимать, а кто на каком уровне находится. Сегодня много говорят про доказательное образование вслед за доказательной медицины, и мне кажется, что здесь какие-то очень сложные взаимоотношения между тем, что мы точно знаем, что работает, провели эксперименты, понимаем, что это эффективно, и при этом в каждом конкретном классе, в каждом конкретном преподавательском опыте оно может работать по-другому. То есть мы можем с тем же языком знать, что работает коммуникативный метод с минимальным русским и так далее, но приходит к тебе человек, ну, например, немолодой, который говорит, дайте мне на русском просто объясните по полочкам, я пойму, и мы должны как-то уже идти ему на встречу. Я люблю очень эту тему, потому что у меня к ней такие love-hate отношения, конечно. Вот. Мне с одной стороны, ну, возможно, это мой какой-то академический бэгграунд так вдруг прорезается, от которого я вроде бы отошла, но, видимо, все-таки вот учеба в бакалавриате, да, это какая-то штука, которая формирует все-таки мышление в эти 20 лет, или во сколько там мы приходим в универ, в 18. Вот. Мне кажется, что, конечно, надо опираться на опыт людей, которые уже проделали что-то до нас. Вот. Конечно же, не хочется опираться на какие-то наблюдения, хочется делать выводы, что там у группы учеников вот такие-то результаты в таких-то условиях. Это все очень красиво, но работает только на больших массивах. Ну, то есть вот мы в практикуме это делаем, и кажется, что это достаточно, ну, какие-то нормальные фундированные исследования, потому что у нас там прошло тысяча человек сквозь там какой-то курс или профессия. Мы фиксируем их там активность, что они делают там, с какой попытки сдают, в какой момент отваливаются. Ну, в общем, все как бы их движение по платформе и по курсу мы фиксируем. Поэтому есть очень много данных про большое количество людей, про их действия, и можно там как-то предсказывать, что вот если у человека там, не знаю, все проекты сдаются с пятой попытки, то, вероятно, он отвалится, потому что там ему тяжело справляться с нагрузкой. И тогда мы там сигналим к куратору про этого человека и говорим, вот есть риск отвала, иди, пожалуйста, и поговори с этим учеником. Вот. Когда я пытаюсь каким-то похожим манером действовать у себя, например, в преподавательской практике, это сразу же ломается об то, что у меня в группе учатся семь человек, и никакой как бы доказательности всерьез там, конечно же, нет. Ну, то есть я все равно религиозно запускаю опросы про те курсы, которые прошли, но их заполняют там из семи еще пятеро, и, конечно, ну, здесь как бы индивидуальная оценка каждого из них очень сразу же там может обрушить или, наоборот, поднять средний балл. Насколько это справедливо, ну, непонятно. Здесь важнее скорее отзывы почитать, что конкретно им не понравилось. Вот. А еще иногда я в этих отзывах встречаю вещи, которые я ожидаю. Ну, то есть, например, я там использую какие-то форматы, которые раньше ребята не встречали, к примеру, да, и они мне часто пишут в отзывах, вот, там, типа, непривычно, сложно справляться и все такое. Я такая, да, именно так, как бы и задумано. Вот. Ну, там, например, у меня есть курс для старших бакалавров, в котором я целенаправленно выхожу из какой-то экспертной позиции и предлагаю им друг с другом больше взаимодействовать, там, друг другу давать обратную связь на работу письменную и все такое. Ну, то есть я все равно базово там за этим наблюдаю, выхватываю, если уж совсем, то что-то странное происходит. Но в целом, как бы, я основываюсь на их взаимодействии. И мне каждый год хоть один, да, напишет, мне бы хотелось от вас больше экспертной оценки. Я говорю, не, ребят, вы три года до этого опирались на сплошные экспертные оценки. Вот у вас сейчас есть шанс хоть друг с другом немножечко поговорить. Вот. Они от этого, ну, страдают иногда. То есть кто-то, кто-то, наоборот, радуется и говорит, что, боже, наконец-то хоть кто-то меня спросил мое мнение. Вот. Но есть всегда ребята, которым это тяжко дается, потому что они привыкли, что преподаватель – это такой вот фронтальный, как бы, эксперт. Вот. Я когда это вижу в обратной связи, я это так, ну, типа, да, как бы ожидаемо. Вот. Становится ли это для меня поводом что-то менять здесь и сейчас? Ну, скорее, нет, потому что я ожидала этого эффекта. И это как раз тот результат, который я и хотела увидеть. Вот. Вообще очень удивительно видеть у студентов, я тоже много вижу, вот это сопротивление как раз чему-то новому. Это для нас непонятно было, это новая история. Слушайте, я к студентам, у меня здесь нет претензий. Ну, когда они три года учились в формате, как бы, передавания экспертизы от мастера к ученику, ну, конечно, они к этому привыкли. Конечно, они ожидают от преподавателя такую роль. И, в принципе, университетская работа скорее такую роль подразумевает. То есть это не фасилитация, не тьютерство, ничего такого. Это именно вот, ну, как бы экспертная позиция. Вот. Вот. Я из нее просто, ну, как-то усилием воли решила выйти по разным причинам, потому что мне так комфортнее оказалось. Вот. Ну, и как-то для разнообразия, чтобы хотя бы в какой-то момент возникала еще альтернативная картинка для насмотренности. Вот. Но, конечно, университетский контекст, ну, он, мне кажется, во многом подразумевает, особенно бакалаврский подразумевает вот эту вот позицию как бы мастер-ученик. И поэтому, ну, абсолютно логично, что они не доверяют экспертизе друг друга. Они хотят, чтобы я им сказала, вот здесь вы хорошо написали эссе, а здесь вот можно, да, работать. Вот. Насколько моя экспертиза универсальна? Ну, конечно, нет. Ну, как и любая другая. Вот. И мне как раз здесь хочется тоже мысль подсвечивать, что нет какого-то единственного верного слепка экспертизы. И у каждого из вас могут быть мнения не менее ценные, чем мое или другое, там, от преподавателя. Тоже звучит, как, конечно, очень такой идеалистический и при этом очевидный момент. Вот. Ну, супер. А я, например, люблю фасилитацию и горизонтальное обучение. Поэтому я пойду в места, которые предлагают скорее вот такое. Ну, и круто. И все расходятся по тем местам, которые им нравятся. Здесь как раз не вижу проблем. Но надо, чтобы это понять, надо посмотреть как бы на разные модельки и сравнить. Ну, вот. И про доказательность. Мой последний здесь тезис и штука, которая меня смущает даже с условием того, что у нас, например, большие наборы. И, например, мы хорошо там цифровизируем их опыт. Еще тут как бы вопрос про онлайн образование. Про оффлайн, точнее. Это в онлайне мы каждый чих зафиксировали и понимаем, что вот здесь там у человека такие-то сложности, а здесь он больше времени провел. А, например, сделать это в ВУЗе сложно, потому что там довольно много оффлайн всяких событий. Там никто не трекает посещаемость условно. Ну, так, чтобы это было как бы систематически и на всех. Ну, где-то трекают, но, например, у меня нет. Вот. Там вся, ну, не знаю, там какая-то успеваемость хранится в ведомостях у кого-то там в компьютере. Ну, это не общие там какие-то доступные данные. Ну, короче, здесь много вот таких еще ограничений. Ну, технических, окей. Предположим, мы с ними справились. Но вот мы запускаем там программу на два года, к примеру, да. Можно ли делать выводы, что там кто-то там с этой программы отвалился, к примеру, потому что эта программа такая, или потому что все там переезжают, меняют работу и жизнь и отваливаются, потому что у них сейчас образование, это как бы не их приоритет. Означает ли это, что моя программа плохая? Наверное, нет. Но люди отваливаются. И как бы вот что мне с этой информацией делать, непонятно. А платят у вас за месяц, за программу, за курс? Платят за семестр, но это как платное университетское образование, раз в семестр студент оплачивает. Ну, по-моему, там можно и за год, но обычно все. То есть отваливается, не переходит в следующий семестр? Да, да, да. Ну, я даже сейчас не про вузовские программы, ну, например, там ДПО-профессия, которая длится 10 месяцев. Что за эти 10 месяцев с человеком происходит? Ну, разное может произойти. Могут какие-то жизненные обстоятельства всплыть, которые мешают учиться или отодвигают эту учебу на второй план. Это нормально. Насколько это свидетельствует как бы что-то о качестве моей программы, ну, непонятно. И надо это как-то учиться тоже отрабатывать. Вот. И еще одна штука, что, ну, образование, если оно не короткое и не навыковое, это все равно, ну, какая-то трансформационная штука. И человек к нам приходит учиться, а, например, он проучился год и понял, что вообще-то это ему веб-разработка вообще нафиг не нужна и не так интересна. И на самом деле он хочет, не знаю, там, проектировать интерфейсом, заниматься, а не разрабатывать там бэкэнд. И он может перейти на какую-то еще программу, которую он понял, что она там ему интересна. Означает ли это, что моя программа плохая? Ну, тоже, наверное, нет, потому что люди, которым нравится эта профессия, там, доучатся и получат от этого удовольствие, эффект. А человек, ну, перепридумывал там какой-то свой путь профессиональный. Это круто, что он сориентировался и вовремя там сменил свой трек на более полезный. И скорее это, наверное, может быть и хорошо. Это означает, что у меня в программе было как бы место, чтобы это осознание случилось. Вот. Но формально как бы я потеряла студента. Для студента это, возможно, и хорошо. Ну, короче, вот эти вот все такие мелкие... То, что человек не дошел до конца программы, это может быть положительный сюжет. Слушайте, мне кажется, да. Ну, вот, например, с профессиональным образованием можно понять, что просто я на старте, например, решила, что мне эта профессия подходит. Поучилась и потрогала ее, и поняла, что нет. Или, например, я начала учиться, вдруг в процессе так классно отучилась, что мне сделали офер посреди программы. Я пошла работать и уже как бы на работе доучиваюсь в процессе и на практике. И я бросаюсь в свое обучение, ну, потому что у меня теперь там работа занимает намного времени. Ну, это же классно, что я нашла работу по новой специальности. А то, что я не закончила учиться, ну, не знаю, вопрос приоритетов. Мне кажется, ничего нет, нет плохого в том, чтобы отказываться. И если, например, это какая-то тоже навыковая вещь, я понимаю, что я устроилась на работу, я сейчас это же все освою уже просто в процессе. Ну, зачем мне это дублировать еще программой? Вот. Ну, тоже здесь не вижу ничего плохого. То есть, наверное, там, с точки зрения каких-то бизнес-показателей, да, конечно, мы хотим, чтобы у нас люди доучивались. Доходимый 100%. Да, 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 да. Но у них же есть цели какие-то индивидуальные, вот, которые могут меняться. Вот, здесь важно, я мечтаю, чтобы мы научились измерять какое-то достижение индивидуальных целей условно. Ну, то есть, там, к нам человек пришел на первый курс и говорит, я хочу сменить, там, профессию, да. И, в принципе, если он посреди учебы получил офферы и профессию сменил, ну, как бы он цель-то свою реализовал. Не закончив программу, да, но цель достигнута, это круто. Это значит, что программа оказалась, ну, полезной ему, наверное, в какой-то степени. Вот. Или, там, не знаю, у него посреди сменилась цель. Он теперь хочет не менять, там, профессию, а, не знаю, там, сделать междисциплинарный, там, проект на базе предыдущей и новой. И тогда он доучивается и запускает этот проект, и мы понимаем, что его цель случилась. Но она отличается от предыдущей. Вот как-то здесь это надо учиться все, конечно, измерять. Вы понимаете, что в образовании всегда есть баланс между большими массивами доказанных данных, где мы понимаем, что эффективно, и между личными ситуациями. Конечно, конечно. Ну, еще про данные тут тоже такой момент, что, ну, разные решения на разные аудитории работают по-разному. Ну, довольно банальный тоже тезис, но простите за него. И, например... Но иногда неочевидный. Ну, да, да, да. Но это означает, что если я прочитала статью, где, там, не знаю, 100 студентов Оксфорда заценили, там, какую-то методику обучения, это абсолютно не значит, что 100 студентов из факта МГУ заценят ее в той же степени. Потому что они в другой контекст, опять же, они привыкли, там, к определенной модели обучения, они учились в российской школе, они в британской... Ну, не знаю, ничего не знаю про британскую школу, но, наверное, она как-то отличается от российской. Есть очень интересное наблюдение, о котором я услышала от декана Матфака Высшей школы экономики. Она сказала, что вы посмотрите на то, в какой стране кто считается умным. В России ты умный, если у тебя математика и языки, а в Англии и Америке ты умный, если ты хорошо пишешь эссе. А в России ты умный, если ты пишешь эссе? Нет. Я как филолог, она что-то там пишет у нас, что-то там, что-то графоманит. То есть ты совсем это не делал тебя умным, и поэтому вот сами вот эти подходы могут быть совсем разные. Я скорее здесь использую какие-то доказательные штуки как просто сигнал, что, например, если где-то я прочитала, что такая-то методика заходит или такой-то подход заходит, я скорее его предпочту протестировать, прежде чем какой-то еще, который я придумывала сама, и никто никогда не тестировал, к примеру. Вот. Означает ли это, что он в той же степени ляжет на мой контекст? Ну, наверное, нет. Но при этом я ему чуть более доверяю, но потому что где-то уже это сработало. Но все равно, конечно, аудитория — это ключ, и, ну, это какая-то такая база продуктового, прости господи, подхода, вот, которым мы тут все пытаемся заниматься. Но правда в том, что даже в сегменте людей, которых вроде бы уже знаешь как облупленных, все равно, если начать исследовать там какие-то отдельные их, не знаю, там, сложности, блокеры и что-то такое, но все равно там найдется что-то, о чем я со своей стороны не знала и не задумывалась. И это, конечно, штука, которая просто означает, что мы постоянно что-то доисследуем и доделываем, к счастью или к сожалению. И мне кажется, что еще очень многие моменты в образовании в принципе не учитываются. Например, за последние полгода я взяла, мне кажется, штук шесть интервью у очень крутых специалистов-врачей, которые начинали или заканчивали свой разговор. Но я как человек со СДВГ, конечно, перепрыгиваю там с одной мыслью на другую или что-то еще. И, например, вот эти вещи люди, когда учились, они об этом не знали. И очень часто сегодня мы про это не знаем, если у человека, допустим, есть какой-то дефицит внимания или какая-то другая история. И это все не учитывается в процессе тоже, в отличие от медицины. Но при этом это тоже штука, которая вылавливается в исследованиях. Ну, то есть я люблю спрашивать у своей социальной аудитории про какие-то их привычки к потреблению контента. Потому что, скорее всего, это означает то, как они будут и к образовательному процессу относиться. Особенно если это какая-то полу-развлекательная история. Неформально. Ну, то есть они сами там куда-то пришли, да, на программу, но могли бы в кино идти. Ну, например, там они мне говорят, что я смотрю YouTube. Я говорю, ага, а что вы там смотрите? Ну, я смотрю там 10-минутные ролики и не больше. Я такая, ага, ну, значит, скорее всего, если я им предложу сейчас посмотреть там на час какой-то разбор кейса, они отвалятся на 15 минутах. Ну, то есть это какие-то привычки, которые можно, конечно, сказать, нет, вот вам, типа, нужно это образование, идите и страдайте. Но если можно что-то сделать, что им будет привычно и легко, как бы, входить в их жизнь, и просто они вместо 15-минутного стендапа на YouTube-чике посмотрят там какой-то кейс-стадии в рамках моей программы, ну, почему бы нет? Это как раз, ну, какую-то бесшовность обеспечивает. Вот, и мне кажется, это не, ну, то есть есть такое здесь возражение частое, особенно вот там людей, которые, ну, скорее, там некоммерческим образованием занимаются, что, дескать, ну, вот, это какой-то там слишком клиентоцентричный подход и все такое. Но, ну, да, он клиентоцентричный, безусловно, но это означает, что, ну, мы человеку позволяем достичь образовательного результата проще для него, ну, то есть он не ночами там учится, да, через не хочу и не могу, а у него это органично выходит, он там, я не знаю, раз в день прошел 15-минутный урок и не заметил, а навык у него понемножку отрастает. Почему бы нет? Ну, вроде бы ничего в этом нет плохого. Вот. Вы тоже 15-минутные уроки каждый день, да? Вот. Нет, ну, это зависит, опять же, от человека, то есть, ну, не знаю, там, если бы, это сейчас фантазия, да, если я бы делала там какой-то курс, условно, для студентов и выпускников Шанинки, я бы, наверное, не побоялась бы туда включить там большой объем чтения, но потому что они привыкли уже к этому и хорошо там справляются, и это для этих людей абсолютно, ну, какой-то естественный процесс. Если я бы делала там какую-то программу для, не знаю, студентов, сейчас не хочется никого обидеть, ну, короче, с какой-то меньшей там привычкой к чтению, да, и работе с текстом, ну, наверное, я бы какие-то другие бы форматы тут придумала, более быстрые, более интерактивные, к примеру, да. Вот, это просто штука, которую надо на старте осознать, чтобы не сделать лишние работы, ну, по сути, на самом деле, это все про то, чтобы сразу сделать что-то полезное и не проходить там 25 итераций, а где мы уже после осознали, что вообще-то мы что-то тут сейчас спроектировали, оно не работает. Вот, это все про лень и экономию ресурсов. Поскольку вы так включенно работаете в двух совсем разных типах оценивания и понимания, где сейчас студент, значит, на платформе вы видите, кто, что сделал, сколько занимается, в университете, мне кажется, что у нас вообще была очень часто какая-то такая концепция, да вы, в принципе, можете вообще не ходить, у нас тоже никак не отчитывалась посещаемость, если вы придете на экзамен, и экзамен мне сдадите на 5, зная абсолютно весь предмет, ну, это, конечно, почти невозможно, но тем не менее, то нас, в принципе, ваша посещаемость не так сильно волнует. И при этом я вижу, что сейчас в очень многих направлениях высшего образования, в бакалавриате посещаемость – это часть оценки, там 0-5 балла за каждое занятие и так далее. Я думаю, что, конечно, на длинных программах надо человека удерживать в процессе, ну, то есть вот эта вот история с тем, что мы вас сейчас примем, выдадим вам асинхронные активности на 2 года и встретимся на защите, ну, мне кажется, что просто это, ну, окей, это гипотеза, я такого не пробовала, но у меня есть строгое и сильное ощущение, что это не сработает так, потому что люди склонны выпадать из процесса, особенно если они еще там заняты чем-то еще на фоне. Это приоритет, получается. Ну, да, да, да. Да нет, ну, даже и без приоритета, но все равно, ну, как бы, я думаю, что образование тут должно предоставлять некоторую рамку, которая снимает головную боль вот по самостоятельному расставлению приоритетов. Ну, отчасти, то есть понятно, что там бахнуть раз в неделю там какой-то большой проект и говорить, что если вот вы его не сдадите, то мы вас дальше не пустим, это, ну, слишком, это не человеколюбиво. Вот, но при этом говорить, что давайте мы раз в месяц там встретимся, и не знаю, и вместе подумаем, а что вы хотите за этот месяц успеть, ну, если это какое-то асинхронное обучение, ну, это штука, которая, правда, людей удерживает на плаву, и это просто, знаете, время и место, чтобы подумать об этом. То есть вот мне кажется, что зачастую не хватает просто вот какого-то часа, там, не знаю, раз в месяц, где мы сели и подумали, вот я хочу вот это, вот это, вот это. Вот, и если обязательная программа это время и место предоставляет, то, ну, и хорошо, потому что оно как бы уже запрограммировано, кто-то это все продумал, и не надо там самостоятельно никакие расписания придумывать. Вот, просто приходишь, и из-за тебя там уже как бы расписан там какой-то, ну, не знаю, список там вопросов, которые мы хотим за сегодня обсудить, чтобы там немножко отрефлексировать прошедший опыт. Ну, почему бы нет? Вот, я вообще, ну, вот я как взрослый уставший человек уже вечером, среду после обеда, я люблю учиться, потому что это среда, в которой за меня уже все продумали, в отличие от всех остальных как бы процессов в жизни моей, которые я продумываю. Я иногда прихожу учиться и такая, все, супер, сегодня весь день мне что-то предлагают поделать, я поделала там, ну, окей, я могу отказаться, естественно. Я в процессе... Да, 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 но в целом за меня тут все как бы уже придумали, спроектировали, я просто могу получить от этого удовольствие и пользу. Я не хочу сейчас ничего там выбирать, ничего осмыслять себе, там, подбирать материалы, нет. Я хочу, чтобы я просто пришла, и мне как бы, ну, предложили это как какое-то времяпрепровождение. Вот, но это может быть моя, ну, моя там какая-то специфика, потому что я во всей остальной жизни без конца решаю вопросики, а тут хотя бы я могу перестать решать на день или два. Вот, наверное, кто-то, кто наоборот в какой-то другой обстановке находится большей частью времени, может быть, и больше там какой-то индивидуальной траектории готов вкладываться, я, нет. Вот, ну, это тоже к вопросу происследования аудитории, да, то есть если я целюсь в там взрослых, много работающих людей, то, наверное, им хочется здесь какую-то уже, чтобы соломку подстелили, и не надо было бы было самостоятельно ее там растилать и собирать. Мне кажется, что если в программе можно ничего не делать полгода, а потом просто прийти и сдать, то что-то не совсем так с программой. То есть, вероятно, это не должно быть дисциплиной, а должно быть списком книг, которые мы просто раз собрались обсудить, и все. Вот, наверное, это означает, что можно эти полгода потратить как-то более продуктивно, если есть люди, которые способны без посещения пар прийти и нормально все рассказать, сдать, обсудить, освоить этот материал самостоятельно. Ну, или мы как бы официально вводим тут какую-то дифференциацию и говорим, что если вам нужна тут помощь и навигация, то давайте ходить на занятия. А если нет, и вы готовы самостоятельно, ну, ради бога. Но если все справляются, то кажется, что, как бы, может, эта дисциплина и не сильно-то не нужна, как именно курс с синхронным присутствием. Но, опять же, я практически отказалась от какой-то передачи контента, который можно где-то еще прочесть или посмотреть. И я, например, очень люблю то, что коллеги из разных других университетов записывают открытые разные курсы лекций. И я часто своим студентам говорю, идите и посмотрите курс от Европейского университета, а потом мы с вами соберемся и обсудим его. Вот, что вы поняли оттуда, что вы не поняли, потому что зачем я буду пересказывать еще раз то, что уже рассказали великолепные специалисты. Вот, здесь как раз, мне кажется, никакой конкуренции нет, а наоборот, есть такая взаимоподдержка. Ну, я так, по крайней мере, хотела бы воспринимать, и хотелось бы, чтобы это так воспринимали все остальные. Когда вы говорили про понимание, в какой момент человек отваливается, я думала про то, что у нас есть очевидная довольно тенденция очень много учиться набирать курсов в программ, с которыми потом человек просто не справляется. Вот, понимаете ли вы сейчас еще что-то про какие-то внутренние факторы того, кто почему отваливается, кто не справляется, и как найти для себя такой баланс того, что все хочется, все надо, и в итоге все лежит купленное мертвым грузом? Ой, ну это сложный вопрос, потому что привычка купить, скачать, отложить и потом никогда не открыть, это, конечно, очень мощная вещь, к сожалению. Как с книгами, кстати. С книгами, да, у меня такое было, опять же, в процессе учебы, и особенно написание Диссера, потому что появилась уже возможность фотографировать все в архиве в библиотеке, я такая сейчас, я тут сфотографирую 10 монографий, и потом, конечно же, их прочитаю. Прочитала ли я их? Ну, конечно же, нет. Но до сих пор у меня есть папочка с фотографиями этих книг, которые, я не знаю, что теперь с ней будет происходить. Вот. Ну, это соблазн, да, какой-то такой, откладывать это все. Слушайте, почему люди отваливаются, это вопрос, на который, ну, как бы общего ответа нет. Я сказала, что особенно на длинных программах, ну, там миллион, может быть, причин, почему они отвалились. Иногда люди приходят и говорят, ну, вы знаете, у меня там, не знаю, заболел там старший родственник, теперь я за ним ухаживаю, мне нет времени учиться. Ну, как бы одно, там, не знаю, ребенок родился. Ну, в общем, тут миллион, может быть, каких-то процессов из жизни. Вот. Опять же, понял, что прямо сейчас не хочу менять работу, и зачем мне сейчас тратить на эту учебу время. Ну, в общем, тут много, может быть, причин. Понятно, что есть какая-то база, что там, условно, мы человека не перегрузили, и ему нагрузку посильную обеспечили. Вот. Ну, то есть, там, если у нас отваливается не больше, там, не знаю, ну, по-разному, это зависит от курсов, тут разные могут быть эти бенчмарки, но, там, условно, если мы знаем, что у нас нагрузка нормальная, и, там, условно, 60% людей доходят, то, наверное, это наше какая-то, ну, типа, приемлемое, да, количество отвалов, к примеру, да. А те, кто в оставшиеся 40 попадают, ну, окей, мы делаем здесь какую-то скидку на просто естественные разные, разнообразные причины. Но при условии, что мы, правда, тут проверили, что наша нагрузка вменяемая, а не так, что мы, там, людей загрузили на 70 часов, и потом удивляемся, что-то они не справились. Да, да, да. Вот. Ну, это какой-то гигиенический минимум, который, естественно, надо проверить, а потом, ну, просто смириться, что, окей, у меня на курсе отвалы 60, ну, там, не знаю, 40%. 60%, да, и на самом деле для разных же форматов, ну, в принципе, есть уже какие-то индустриальные тут эти бенчмарки. И, например, для курсов вида Курсера, которые не требуют, там, какого-то особого вложения, просто регистрации, все, там доходимость, типа, 6%. Вот. И когда я сама запускала свой первый, единственный, пока что, курс на Курсере, и там была крошечная доходимость, я хваталась за голову и думала, ну, как же так? А потом я увидела эти чиселки средние и поняла, что, ну, нормально, типа, у меня опять 5% доходит, это абсолютно в норме. Вот. Но просто такая специфика, да, программ, где ты набираешь этот каталог, а потом, ну, не знаю, что там, две лекции смотришь и бросаешь. Вот. Про то, как выбирать и пытаться осилить все, ну, не знаю, мне кажется, это снова разговор про самонавигацию и про какой-то разговор с собой. Вот. Я, например, ну, вот, на своем личном опыте учебном тоже, конечно, это ловлю. То есть мне хочется, что раз уж я пришла на программу, я должна, типа, 100% ее осилить. Наверное, если эта программа длится 2-2 месяца, можно напрячься и осилить 100%. Если она длится, там, год-два, ну, как бы у меня еще какая-то жизнь, да, которая для меня тоже важна. Вот. Я задаю вопрос себе, а я вот сейчас, если я сейчас впаду, там, в какое-то безумие и решу освоить все, от чего мне нужно будет отказаться? Там, не знаю, от встреч с друзьями, от спорта, там, от поездок, от чего-то еще. Позволит ли мне это осилить всю программу целиком? Да. Буду ли я от этого счастливее? Ну, кажется, что нет. Вот. И тогда я думаю, ну, окей, я, как бы, говорю здесь нет, чтобы где-то сказать да. И это как-то сразу, ну, по-другому подсвечивает эту ситуацию. То есть я не просто отказалась, как бы, в пользу ничего, я отказалась в пользу, там, каких-то вещей, которые, мое, не знаю, там, ментальное здоровье укрепляют. И кажется, что это, ну, важнее. Возможно, я скажу, что да, я хочу сейчас отказаться от всего, потому что мне очень важно, не знаю, там, закончить магистратуру в Оксфорде. И это единственный шанс в жизни и такого не повторится. Ну, как бы, ну, это понятно, как бы, что на что я меняю. То есть здесь, как бы, отказ не ради пустоты, да, а ради, там, какой-то возможности, которая, мне кажется, очень важной. Ну, это другое, это разговор. Бывает такое, что компании приходят к вам с каким-то запросом, какой, во-первых, чаще всего запрос у компании, а вот нам было бы хорошо бы, нам были бы нужны специалисты вот такие. И бывают ли среди этих запросов не твердые, а какие-то, не только твердые навыки? Ну, вот здесь я скорее поделюсь, наверное, опытом сейчас обновления профиля в Шанинке, которым я занимаюсь, про как раз управление образовательными продуктами. Почему? Потому что в практикуме мы пока целенаправленно тут какое-то трудоустройство не выстраивали, ну, в смысле, как какой-то там целевой найм. Вот, ну, то есть у нас есть количество некоторых выпускников с портфолио, которым мы предлагаем там с практики постажироваться, там, поддержку в подготовке резюме и всякого такое, но как бы у нас тут нету прям какого-то коммитмента, что вы найдете работу обязательно, то есть мы здесь, ну, как бы обещаем там скорее несколько месяцев там поддержки и сопровождения в поиске, там, пробное интервью и все такое, но как бы обещать, что вы обязательно устроитесь, ну, все-таки это зависит еще и от человека. Что будет в Шаненке? Да, значит, мы делаем профиль, который называется управление образовательными продуктами и педагогический дизайн, и целевой там портрет профессионально это продукт-менеджер образовательных проектов, продуктов, программ, сервисов, там, платформ, ну, короче, образование на самом деле разное, не только школы и универ. Вот, и я когда осмысляла учебный план этого всего мероприятия, я сходила к своим коллегам продуктам действующим или там руководителям корпоративных университетов и спросила, вот, ребят, я расписала вот такой вот портрет, что продукт должен уметь и ручками делать, и в каких там просто темах ориентироваться, чтобы делать качественные образовательные продукты. И там он такой был довольно, как бы, навыковый, ну, типа, там, такие-то инструменты, там, проводить, там, такие-то исследования, такие-то, там, бизнес-процессы отстраивать. И я спросила, ребят, посмотрите на этот список и, ну, как бы, дополните, а что бы вы хотели. Вот. Все, что кто-то дополнил, было софт-скиллами. Причем такими софт-скиллами, которые даже про какие-то установки, наверное, и мышление, чем про, там, условно, скилл проводить переговоры и что-то такое. А, например? Например, один коллега мне сказал, что мне важно, чтобы продукты, которых я нанимаю, всегда умели фокусироваться на цели того, что мы делаем. И через это отсеивать все ненужное. Вот. Это какая-то такая, ну, общая жизненная вещь, вот, которую надо выживлять. Ну, как бы, нельзя сделать дисциплину, которая будет называться умение фокусироваться на главном. Да-да-да. И мы там, типа, семестр учимся фокусироваться. Ну, то есть это нам надо делать абсолютно везде и всегда. И просто, как бы, это вводить в привычку. Вот. И какие-то такие вот вещи мне понакидывали. Ну, там, опять же, управление ожиданиями. Вот, особенно, там, коллеги из корпоративного сектора, которые много управляют ожиданиями разных руководителей бизнесов, которые к ним приходят и говорят, давайте сейчас за два дня обучим наших людей, не знаю, там, переговоры проводить. Им надо сказать, нет, ребят, ну, за два дня это, как бы, не работает. Это требует вот таких-то ресурсов, такого-то бюджета и такого-то еще, там, чего-то. И то есть ограничения. Вот. Вот как раз в корпоративном секторе, вот этот вот момент, что есть какие-то стейкхолдеры, которые ничего не понимают про образование, им просто все хочется быстро и бесплатно, и надо управлять их ожиданиями. Вот. Он прям очень там активно заиграл. Хотя вот я поняла, что в, ну, там, не знаю, коллегии из практики мы это практически не подсвечивали, потому что мы работаем со студентом напрямую, и как бы нам нужно как бы его ожидания оправдать. Вот. А сферы типа корпоративного обучения, где есть вот этот третий персонаж, заказчик, или там школьный, кстати, где есть родитель, тоже стейкхолдер. Вот. Это штука, которая требует как бы управления вот этими всеми людьми и студентам, и тем, кто какие-то интересы в процессе имеет. Вот. Ну, в общем, вот такие вот истории про то, что там условно хороший продукт держит в голове вот эту трансформационность как бы образовательного процесса и возвращается к студенту не только там в начале и в конце, а еще и посерединке, чтобы понять, а что там с ним происходит. Ну, тоже как бы это такая штука, которую надо просто ввести в привычку. Вот. И мне показалось это очень показательным, что те списки там инструментов и каких-то задач, ну, рабочих, прикладных, которые я в своем там скиллсете сформулировала, никого не заинтересовали вообще. Мне все сказали так, вот нам надо, чтобы человек мыслил структурно, принимал решения и фокусировался на главном, отсеивал лишнее. Я такая, ну, супер. Где это можно научиться? Понимаете? Тут вопрос не в том, где, а в том, как. То есть там, условно, у нас есть много дисциплин в учебном плане от второго курса и до четвертого, и я надеюсь, что в них будет присутствовать много групповой какой-то работы ручками, где мы с одной стороны научились что-то делать, ну, непосредственно там, не знаю, рынок анализировать, там, программы расписывать, проектировать, вот это все. Но при этом есть как бы вот эта вот настроенная командная работа, где кто-то там условно менеджерскую роль исполняет, а кто-то там какую-то еще, и как раз мы привыкаем здесь вот какие-то такие взаимодействия выстраивать. Это скорее про процесс, чем про наполнение. И, в принципе, мне кажется, эти вещи можно вообще везде оттачивать. Там, в какой-то активности, где, я не знаю, там, ребята организуют конференцию, ну, как бы, естественно, это тоже проект, который надо провести. Вот. И если мы даем здесь какую-то гибкость и возможность там занять роль, там, не знаю, менеджера этого проекта и как-то там его продумать и выбрать, что мы делаем, а что мы не делаем, вот, пожалуйста, как бы мы учимся тут держать фокус. То есть, в принципе, вся деятельность и какая-то и внеучебная, которой здесь довольно много, это позволяет делать. А расскажите вообще про программу. Кого будете готовить, что будете делать? Да, что мы будем тут делать? Довольно много всего. Я как раз рада, что эта программа бакалаврская, потому что она на 4 года, и можно разные роли потрогать и попробовать, она называется управление образовательными продуктами и педагогический дизайн. Мы в программе занимаемся двумя такими большими сегментами. Это, собственно, управление продуктом образовательным и педагогический дизайн или проектирование образовательного опыта, чтобы оторваться от связки с педагогикой, что не всегда мы делаем это для детей, а часто и для взрослых. Вот. Что это такое? Проектирование образовательного опыта — это создание образовательных событий или программ, или каких-то сервисов, где люди учатся, в том самом студентоцентричном подходе, который мы много уже, мне кажется, обсуждали, от запроса аудитории, от их каких-то привычек, от их возможностей, опять же, если мы знаем, что у человека есть час в день на учебу, не стоит его грузить безумными какими-то заданиями. И проектирование образовательного опыта — это про проектирование такой большой среды образовательной, которая не только состоит из заданий, семинаров и чего-нибудь еще, это про то, где это все проходит, какие у этой среды ценностей, как они реализуются и поддерживаются, про какое-то взаимодействие с одногруппниками, с преподавателями, может, еще какие-то роли, нужны эксперты, менторы, еще кто-то. Ну, в общем, это про учет абсолютно всего, что происходит в рамках учебного процесса, и главное, что происходит за его пределами с нашим учеником, потому что никто не учится вакууме, все учатся в каком-то контексте, в котором они находятся, особенно взрослые. И управление образовательными продуктами — это превращение этих программ в продукт, который мы знаем, что он востребован на рынке, то есть мы учимся этот рынок исследовать, который мы развиваем итеративно, то есть мы готовы к улучшениям через сбор обратной связи, опять же, доказательное образование тоже примерно отсюда растет, что мы анализируем то, что происходит со студентами вот прямо здесь и сейчас, и понимаем, что нам надо поэкспериментировать вот с такими-то вещами или что-то внедрить без экспериментов, потому что, очевидно, это работает. Продукт — это про то, чтобы уметь это образование, если есть такая возможность и запрос на рынке, превращать в бизнес и понимать, что оно точно востребовано, что у него есть аудитория, которая готова в это приходить и платить, ну или не сама, там, родители, не знаю, там, искать стипендии под это. Ну, в общем, как бы здесь, когда я говорю про платить, это не только про деньги из кармана, это, в принципе, про поиск возможностей для того, чтобы эту учебу осуществить, потому что она по какой-то причине кажется нашему студенту важной и ценной. Это про то, чтобы сама работа этой образовательной программы была бы оправдана экономически, про умение понять, что вот мы можем себе вот это вот позволить, а вот это мы не можем себе позволить. И это тоже, к сожалению, влияет на наполнение образовательного процесса, естественно, и продакт, он как раз пытается вот этот баланс найти, чтобы у нас и экономика бы сошлась, но при этом и студенческий опыт был бы классный и полезный. Вот, потому что здесь можно уйти и в одну, и в другую крайность очень легко. Вот, ну, в общем, это действительно уже такой выход на осмысление образования как какого-то рыночного продукта, как бизнес-возможности, и в целом, ну, как бы здесь есть все возможности, чтобы что-то свое придумать и запустить, но в целом работа продукта образования — это сейчас, мне кажется, штука, которая заполняется, ниша, которая заполняется людьми там не всегда, там, даже из смежных областей, я зачастую откуда-то еще, вот, и как раз, мне кажется, очень важным, что у нас на программе будут формироваться специалисты, которые понимают и про продукт, про чьи чиселки, и про метрики, и про рынок, и вот это вот все, но при этом они хорошо разбираются в том, как люди учатся, и почему они учатся, и как вообще образование, как сфера устроено, потому что это уже безумно нагруженная смыслами история, там, и я там запланировала, запланировала, радуясь тому, что мы в Шаненке, отдельный блок и про философию образования, про социологию образования, эти все штуки, важно осознавать, чтобы просто, ну, как-то не делать каких-то вещей, не знаю, неуместных, например, вот, ну, в общем, мне нравится, что эта программа бакалаврская в том плане, что можно и посвятить там год именно образовательной составляющей, проектированию образовательных программ, посвятить много времени продуктовой работе, а на выходе можно выбрать, что понравилось больше, и это тоже, мне кажется, довольно классная такая вариативность на будущее, потому что, ну, профессии внутри образования, правда, очень часто перекликаются друг с другом, и грань тут бывает и сложно провести, вот, но можно стать больше, там, управленцем и продуктом, можно больше погружаться именно в проектирование, и если на это есть настрой, можно стать, не знаю, там, продюсером, руководителем проектов, который просто все собирает вместе и делает так, чтобы оно работало, если у человека классные какие-то менеджерские интересы и скиллы, ну, в общем, здесь, правда, бакалаврят позволяет попробовать и то, и другое, и не принимать это решение, как бы, раз и навсегда на старте. Нет у вас ощущения, что довольно все равно еще не просто пока говорить про такие серьезные процессы в образовании, потому что каждый раз, когда я вижу какое-то обсуждение вот той же философии современного образования, обязательно кто-то говорит, слушайте, какое там образование, вот в советское время то ли дело. А, слушайте, я не считаю, что мы должны в рамках этой программы предоставить какой-то ответ на вопросы вселенной жизни и всего такого, я хочу, чтобы студенты послушали курс по философии образования и поняли, что мне откликается вот это, вот это, вот это, я хочу делать программы в духе, не знаю, дьюи или там в духе анархистской педагогики или в духе чего-нибудь еще, в духе конструктивистского подхода. То есть это, опять же, про какую-то рефлексию и насмотренность, то есть мы понимаем, что есть там такие-то установки, да, кто-то идет в образование как сферу, там, производства знания, потому что это какая-то для человека важная история, хочется, чтобы знание воспроизводилось и транслировалось, это какая-то академическая работа, да, в основном. Кто-то идет в образование, потому что он это считает инструментом социальных, там, ну, каких-то изменений, да, и значит, что скорее мы идем тут в какие-то большие проекты, возможно, некоммерческие, вот, кто-то идет еще по каким-то причинам, но просто, опять же, мне хочется, чтобы мы про это все поговорили, чтобы у студентов была возможность осознать этот спектр и для себя здесь какой-то выбрать, ну, опять же, это не то, что раз и навсегда, да, но просто понимать, что вот сейчас я действую в парадигме вот такой, потому что там она в таком-то контексте уместна, а дальше я делаю что-то другое в другом контексте и выбираю уже другую парадигму и базу. Ну, то есть понятно, что в, там, когда мы сделали продукты, его продаем, условно, аудитории, то, в общем-то, аудитория не сильно интересуется, а вы сейчас тут в каком подходе работали, вот, но это какой-то, мне кажется, инструмент обеспечения внутренней, что ли, непротиворечивости, то есть если мы, не знаю, там, говорим про то, что нам важно воспринимать образование как инструмент для профессионального роста, да, а, например, мы делаем, там, при этом программы, которые никак не связаны с текущим запросом индустрии, ну, как-то, наверное, это не очень просто внутри складывается и не будет так работать. То есть не будет такой концепции, что вот, сегодня у нас есть ВУКа, и мы знакомим вас только с ней. Конечно, у меня есть какие-то свои собственные предпочтения и какая-то картинка того, в каком-то подходе я хочу работать, но, например, вот я сейчас погрузилась из какого-то аффекта неформального образования, там, для взрослых людей в формализованную очень структуру вузовского образования, и вообще-то я понимаю, что, ну, для своих задач она зачастую очень оправдана, вот, ну, то есть там, вот эта же история про асессменты, да, то есть мне сначала казалось, ой, боже, зачем мы будем людей этим грузить, но потом я поняла, что, опять же, нам надо понимать, а кто из них как справляется, и как-то это для внешнего мира верифицировать, ну, вот, как бы. У меня здесь нет какого-то, как сказать, желания, там, не знаю, воспитать людей, которые, там, все выйдут революционерами и будут презиратить все бюрократические истории. Ну, если для кого-то важно работать в школе, к примеру, да, то надо просто осознать, что школа работает вот в таких-то вот ограничениях, то есть, там, пойти на электив про школьное образование, послушать это все, осознать, что вот у меня есть такие-то вот возможности, потому что я хочу работать с детьми в школе, и мне это кажется важным. Вот, ну, то есть у меня, правда, кажется, что тут довольно много развилок, при этом они и какие-то такие фундаментальные условно, я хочу делать образование для перемен в жизни людей или, там, для какого-то социального благополучия, так и просто в плане сфер, ну, там, я уверена, что будут люди, которым, там, хочется с детьми работать, а будут те, кто хочет, там, пойти, не знаю, в корпоративное обучение, потому что это какая-то сфера, там, более устойчивая, да. Будет тот, кто захочет, не знаю, проектировать, там, большие программы, вот меня лично, как специалиста, это интересует. А при этом я знаю людей, которые кайфуют от коротких, там, каких-то интенсивов, вот им нравится этот формат интенсивного обучения с быстрыми результатами. Ну, ради бога, это просто, опять же, то, что потом мы себе запишем в портфолио и будем искать на рынке, это нормальная история. Будет странно выпустить 20 одинаковых человек. Я пытаюсь просто вспомнить, а было ли когда-то такое вот системное обучение менеджмента управления в образовании. Мне кажется, что это, с одной стороны, очень новая вещь, а с другой стороны, что далеко не все понимают, насколько она становится фантастически сейчас востребована, насколько быстро растет этот рынок. Я надеюсь. Слушайте, это правда. Я вот думала о том, как бы, от кого мы отстраиваемся, и поняла, что если речь идет про базовое образование, то есть про бакалавриат, то про образование можно пойти учиться в педагогический какой-то университет, к примеру, если есть интерес именно к школе, к педагогике и вот к этому сегменту. Но это именно больше про практическое образование. Да-да-да, но это то образование, после которого люди становятся учителями, ну или, не знаю, школьными управленцами, может быть, в какой-то перспективе. А все корпоративные университеты, корпоративные университеты. Да-да-да, все вот эти корпоративные истории онлайн здесь скорее теряются, хотя, конечно же, среди моих коллег сейчас есть очень много людей, которые пришли из школы, из педагогики, с педагогическим образованием. Конечно же, оно их, кстати, тоже очень усиливает, потому что в плане психологии обучения и всяких когнитивных штук, штука, они обычно очень подкованы. Вот, это тоже важно. Про все образование, как вообще сферу в том многообразии, в которой она сейчас существует, больших бакалаврских программ, ну, мне, по крайней мере, неизвестно. Вот, сейчас, поскольку люди пытаются очень быстро в это войти, много ДПО-программ, они очень классные зачастую, но это тоже другая история. Это программы, опять же, для взрослых, которые переквалифицируются. Вот я сама на такое свое время училась, это было очень хорошо, но это короткая программа, и она такая очень прикладная. Опять же, мне не хватило, не знаю, почитать тексты, вот это все. Это как раз то, что бакалавриат позволит в большом количестве сделать. При этом есть, конечно, программы, которые просто посвящены управлению цифровыми продуктами, и, в принципе, оттуда, конечно же, можно прийти и в работу над продуктами образовательными. Но при этом мне кажется очень важным, что те продукты, которых мы выпустим, они понимают, как образование устроено, потому что все-таки быть продуктом какого-то, не знаю, приложения, условно, банковского, и быть продуктом большой образовательной какой-то программы длинной, которая людей меняет, опять же, это немножко разные истории. Они смежные, безусловно, то есть там очень много общего, но при этом мне кажется важным, что мы сделаем большой фокус на то, как вообще образование для человека происходит, который в нем участвует как студент, и что там с ним случается. Субтитры создавал DimaTorzok